Всем привет, вы смотрите канал LinuxComp. В прошлом видео я рассказывал о том, как правильно настроить виртуальную машину в VirtualBox для получения максимальной производительности. Сейчас, как и обещал, расскажу про режим интеграции экрана в VirtualBox. Это очень интересная штука, которая позволяет вам воспринимать окна гостевой ОС почти как будто это окна хостовой ОС. Сейчас об этом подробнее поговорим. Давайте начнем по порядку. Какие вообще режимы экрана предоставляет нам виртуальная коробочка? Самый первый, с которым вы столкнетесь, это обычный режим без подгонки размера окна. Вы с ним столкнетесь при установке в гостевой ОС, а также в самой гостевой ОС до того, как установите дополнение. Этот режим очень неудобен, так как вы не можете изменять размер окна виртуальной машины. То есть изменять ТВ вы можете, но это по сути ничего не даст. При увеличении размеров окна отображаемая область подгоняться под новый размер не будет, а при уменьшении просто будут появляться ползунки и прокрутки там, где отображаемая область не помещается. Этим режимом никто не пользуется, но о его существовании надо знать. Далее, после установки дополнения гостевой ОС, у вас появляются уже более адекватные режимы. Начнем с оконного режима. Изначально включается именно он. Его очень интересной особенностью является то, что область отображения Windows будет подгоняться под размер окна, если вы его изменяете. Для этого должна быть установлена соответствующая галочка в меню Вид. Очень удобный режим. Следующий режим – полноэкранный. Как несложно догадаться, в этом режиме рабочий стол Windows занимает все пространство экрана. Но вы можете спросить, а чем это отличается от того, когда вы просто развернете окно VirtualBox в полный экран? Отличается, собственно, тем, что самого окна виртуалки как бы нет. Выглядит все так, будто этот ваш Windows установлен на реалке. Он полностью занимает весь экран. Вы, например, можете поместить эту виртуалку на другой рабочий стол и молниеносно переключаться между Windows и Linux. Но тут есть пара нюансов с захватом клавиатуры. Об этом я расскажу отдельно. Дальше идет режим масштабирования экрана. Тоже очень интересный режим. Идея заключается в том, что винда думает, что у нее большой экран, в то время как вы можете изменять размер окна виртуальной машины. То есть вам не надо как-то перерасполагать окна в винде. Вы можете что-то запустить в ней и наблюдать за процессом в миниатюрном окошечке. Ну и управлять, естественно, тоже можете. И теперь про самый вкусный режим. Называется он режимом интеграции экрана. Что под этим подразумевается? Вы можете работать с окнами виртуальной машины и с окнами хостовой ОС прямо на одном экране. VirtualBox поверх рабочего стола Linux накладывает слой с рабочим столом Windows. Причем делать это так, что те места Windows, где нет окон, становятся прозрачными. Вам доступны обе панели задач для хостовой и гостевой ОС. При этом вы можете располагать окна, как вам заблагорассудится. Но здесь тоже есть нюансы. Во-первых, это не совсем корректная интеграция окон. Я имею в виду то, что об окнах винды Linux ничего не знает. Как бы они не располагались в стеке Windows, вы не можете работать с ними в полной мере. Все окна винды – это просто один слой в стеке окон Linux. Вы можете его перемещать выше или ниже по оси Z, но вы не можете вставить какое-то хостовое окно между виндовами. Во-вторых, этот режим корректно работает только с Windows 7. В Windows 8.0 и в 10-ке майки поменяли способ отрясовки окон, и хоть этот режим и не отключен, пользоваться им невозможно. Кстати, про новый двухоконный режим в 10-ке мне бы хотелось тоже отдельно поговорить. Хочу повторить эту фичу в Linux, но подробнее об этом скажу в другом видео. Я тут еще поэкспериментировал с виртуалками VMware, у них был похожий режим, который назывался Unity. Вы спросите, почему я говорю «был»? Потому что его убрали, и больше не планируют возвращать. VMware – это коммерческий продукт, а в интерпразе, по их оценкам, никто не пользуется этим. Как они сами сказали, для десятки там нужно писать очень много сложного кода, так что они решили тупо отказаться от реализации. На самом деле, Unity был даже круче, чем Simless Windows VirtualBox. На нем окна реально интегрировались. То есть вы могли вставить хостовое окно между гостевыми, а также переключаться между окнами по Alt-Tab, независимо от принадлежности окна хосту или гостю. В Workstation 11 это еще работало, но в 12-й версии это уже убрали. Запустить 11-ю версию мне не удалось. Я пропатчил модули для 11-й версии, чтобы они скомпилировались под новое ядро, но запускаться рабочая станция все равно не захотела. Короче, я забил на эту проприетарщину. Ну, вот и все. Мы рассмотрели разные режимы отображения виртуальной машины в VirtualBox. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. Если вам понравилось мое видео, оцените его лайком, мне будет приятно. В следующем видео я хочу рассказать, как я планирую работать с этими режимами. Поэтому, если вы еще не подписаны, самое время это сделать и вы не пропустите следующее интересное видео. Standby. Субтитры сделал DimaTorzok